Добрый день, Алексей Николаевич. Рад видеться в студии «Беларусь-4». В январе вступают в силу поправки в Трудовой кодекс Республики Беларусь. Какие нововведения оказались наиболее долгожданными для беларусов? Ну, нововведений много. Я бы отметил несколько таких основных, которые в первую очередь, наверное, волнуют наше население и работников на предприятиях. Первое, что я, конечно, бы определил, одно из самых основополагающих, что, в принципе, достигнуто и будет действовать с января 2020 года, это механизм продления либо заключения новых контрактов с добросовестными работниками. Второе, это, опять же, определение механизма применения ограниченной материальной ответственности к работникам. Что это значит? Существует декрет номер 29, существует Трудовой кодекс. В настоящее время не совсем равные права у работников, которые работают по трудовому договору, либо по контракту. Это урегулированные, сейчас они останутся в правах одинаковых. Третье, это механизм, опять же, неприменения к работнику тех штрафных санкций, которые применяются к юридическим лицам в случае нанесения материальным ущербным предприятиям. Вот с введением нового кодекса к работнику, который допустил данное нарушение, будет применяться норма, по которой работник будет выплачивать лишь только сумму основного ущерба. Те санкции, которые будут применены к юридическому лицу, к предприятию, будут выплачивать только предприятие. Ну и такая, знаете, популярная норма, которую вступил, это родительский отпуск, или отцовский отпуск, как он называет так. Достаточно много в сети об этом говорили в белорусах. Значит, в настоящее время папы, отцы в течение шести месяцев после рождения своего ребенка имеют право взять двухнедельный отпуск для помощи маме в воспитании ребенка. Вот такая норма, которая, в принципе, рождена была по потребности наших людей. Да, эти две недели человек будет брать за свой счет, но это тоже все-таки хорошая возможность и помочь супруге. Ну, это его право и обязанность нанимателя предоставить. Вот на что надо акцентировать внимание. Более детально предлагаю установиться на обновленной контрактной системе. Какие задачи в первую очередь должна решать эта поправка в законопроект? Ну, если кратко, я скажу, что и на сегодняшний момент, и в январе 2020 года также будет действовать положение контрактной системы, это заключение контракта от года до пяти лет. И если вы поступили на работу впервые, с вами заключили контракт на один год, предположим, вы этот год отработали как дисциплинированный работник, без дисциплинарных засканий, значит, вы имеете право написать заявление о продлении с вами контракта на оставшиеся четыре года, то есть в течение пятилетнего срока контракта. Наниматель обязан с вами продлить этот контракт по вашему желанию на четыре года. Но если были дисциплинированные заскания, значит, наниматель стоит своего права не продлевать. Это дисциплинирует и работника, и нанимателей в том числе. Все должно быть в равных правах, и работник должен знать, что если он добросовестно отработал этот год, значит, иметь право на максимальную возможность продления контракта. В случае заключения контракта на новый срок, добросовестный работник имеет право рассчитывать на заключение с ним нового контракта до трех лет, либо же заключение трудового договора бессрочного. Справедливости ради стоит отметить, что Федерация профсоюзов при разработке законопроекта, а это, как понимаю, и 2018, и 2019 годы, внесла около 40 предложений по шлифовке 30 статей кодекса. Все верно? Конечно. Эта работа, я бы сказал, колоссально проведена, она продолжалась около двух с половиной лет. С участием как специалистов с регионов, так и при помощи, обязательно, конечно, парламентариев, и администрация президента участвует там активно, а также совет министров. Поэтому это коллективная работа, но в то же время инициатором была Федерация профсоюзов Беларуси. Я считаю, что очень хороший получился кодекс трудовой, который в полной мере на сегодняшний момент защищает права как работников, так и нанимателей. В 2019-м вы были избраны членом Совета Республики, Национального собрания Республики Беларусь. Какие задачи перед собой лично ставит сенатор Алексей Неверов? Задача главная – оправдать то доверие, которое было оказано мне депутатами Городского совета депутатов. И в полной мере использовать тот потенциал, который у меня, надеюсь, есть для непосредственно той функции разработки и принятия новых законопроектов, которые так необходимы для жизнедеятельности нашего общества. Я вхожу в комиссию по законодательству государственного строительства. Это как раз вот та комиссия, которая будет заниматься непосредственно вот этими всеми нормативными актами. Ведь 5-го числа при встрече президентом с парламентом, как 6-го, так и 7-го созыва, было сказано о том, что предстоит работ очень много в законотворчестве. Это пересмотрение норм Конституции нашей действующей. Пришло время к этому. Это, наверное, и закон об управлении самоправления, это и государственная служба и так далее, и так далее. Очень много таких значимых нормативных актов. Наша роль, самая главная, я считаю, всех депутатов от регионов, это донести до центра именно те проблемы людей в регионах, которые необходимы для разрешения с помощью принятия тех законодательных актов. Задача сделать эти документы, максимально приближенные к жизни. Приближенные к нашим местам, откуда мы сами родим. Что ж, Алексей Николаевич, спасибо за это интервью. Успехов в делах и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова